Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую. Дмитрий, мы с вами разговаривали полгода назад и тогда пришли выводы, что у вас нет боев и нет темы для разговоров. Сейчас прошло полгода. Насколько там изменилась ситуация? Появились ли там хотя бы какие-то преднаменования того, что у вас скоро предстоит поединок, что конец карьер? На самом деле, пока никаких конкретных дат соперников нет, но было желание у нашей Федерации бокса России сделать бой, но пока это все еще на словах. А какой бой? Ну, вообще, какой-нибудь бой, чтобы долго не застаиваться, хоть какой-нибудь бой. Поэтому я пока в таком до сих пор нахожусь в ожидании. Надеюсь, когда пройдет этот год, уже 20-й, начнется новый этап и надеемся, что будут какие-то уже предложения. У меня на канале, да и многие люди всегда задают вопрос. Вот как-то много вопросов именно к Дмитрию Биволу и Владимиру Корнилову по поводу того, какие соперники выбираются и как часто вы деретесь. Вот сейчас вот у самого вопроса какие-то в голове мелькают? Ну, вообще, конечно же, я понимаю ситуацию, на самом деле, как она обстоит. Да, поэтому я как-то спокоен. Я стараюсь вникать, да, в сути. Я понимаю, почему такие паузы, да. Соперники, конечно, это первая десятка, даже двадцатка бокс-река. Это те желаемые соперники. Но если так посмотреть на первую десятку бокс-река, там несколько человек, с кем я уже боксировал. Да. Да. Поэтому сложнее, да, там выбирать соперников. Что говоря за титульные бои, то один титул вакантный, но за него уже назначены ребята. Другой титул, другие два титула тоже ожидают защиты, да, там в ближайшее время. И нет пока человека, который готов был бы организовать этот бой. Поэтому мы ждем, ждем, ждем. Ну, ситуация такая странная стала на днях, что 30 января в Москве состоится сразу два поединка в разных точках Москвы. Ковалев будет гидрацией Бетербеев. Но почему, так скажем, на месте соперника Ковалева катались с ним. У вас же один менеджер с Бегтимиром. У нас один менеджер, но у нас разные промоутеры с Бегтимиром. Почему у вас есть там «Голден бой»? Там «Голден бой», а у меня «Мир бокса», да, там «Голден бой», которые должны, как я понимаю, Ковалеву несколько боев сделать, да, два. Соответственно, «Голден бой» хочет сделать ему вот бой со своим боксером, да, и они убьют двух зайцев, да, там, сделают своему боксеру и выполняют обязательства перед Ковалевым. Поэтому тут, как бы, очевидно же почему. А вам-то вообще были бы заинтересованы поединки с Ковалевым? Ну, это, конечно, не тот желаемый бой, который я бы хотел, да. Ну, этот бой можно рассматривать, да, но я бы его не хотел, честно говоря. Я бы не хотел его даже, во-первых, у Ковалева нет сейчас титула, да, во-вторых, Ковалев проиграл крайний бой свой, да, это не очень хорошо, да, боксировать с тем, кто крайний бой проиграл, тем более нокаутом, ну, в моем случае, да. Я к нему отношусь с уважением, у меня даже к нему, ну, хорошие такие какие-то приятельские, может быть, да, там, чувства, да, там, но прям воевать вот на таком пустом месте мне, мне бы, наверное, одно из последних, что бы хотелось, да, из всех соперников, если выбирать. С Виктимиром или Кузиевом вы знакомы? Он тоже в Курпенце-Патерго? Знаком, да, я был у него на боях, там, я болел за него, да, то есть хороший парень, отличный, действительно классный боец, с уникальными какими-то способностями, да, там, он действительно хороший, да. В 20-ти годах стал серебряным призером чемпионата мира и олимпийских игр любительского спорта. Да. Сейчас 24 года и у него, кажется, ну, почти все победы нокаутами. Вот нужно ли в этой ситуации сказать, что сейчас он будет фаборитом в поединке с Ковалевым? Ну, я думаю, Golden Boy, наверное, на это и рассчитывает. За счет Ковалевой создать новую звезду другую? Мне кажется, да, не зря они так, это же их проспект, наверняка есть такое желание, да, то есть я не знаю, какие у них планы, но это со стороны может выглядеть так. Посмотрим, интересный бой очень, на самом деле, опыт против молодости, это всегда классно. Но тут очень важно, тут все зависит, мне кажется, от Ковалева, как пройдет бой. Больше от него. Про ваших лучших соперников, вот, вы легко победили Жана Паскаля и Джо Смита. Причем, ну, так казалось, там, ну, их надо списывать уже на следующий день. В результате, Паскаль провел два потрясающих поединка, победил базу Джо Смита. Ну, списывали только болельщики их, я-то их никогда не списывал, я всегда знал, что это опасные бойцы. Это Маркуса Брауна и сейчас Смит тоже будет драться за титул. У вас вот сам Баду и Джо Смит впечатлили по последним поединкам, как Смит легко победил Сальвана Барара, а не Элидера Альвареса и как вот Джек вот одержался за титул? Нет, я ожидал, что Смит его выиграет, что Смит выиграет Альвареса. Я не ожидал, что именно так, да, там, но я предполагал, что он его выиграет уверенно. Я предполагал, что Смит выиграет Джесси Харта тоже. Потому что я знаю, что это хорошие бойцы на самом деле. Что по поводу Паскаля, я предполагал, что он может выиграть Баду Джека. Он и выиграл, да, после меня. И насчет Брауна, я думал, он, наверное, не выиграет. Он, в принципе, по бою не выигрывал. Но вот эти вот лаки-панчи, да, его жесткий удар, резкий, быстрый, все-таки он донес его, потому что он действительно жесткий у него. У Джо Смита будет бой с Максимом Бласовым. Вы хорошо знаете ударную мощь Смита, то, как с ним надо действовать. Вот момент, который в вашем поединке был, когда он вам донес удар, насколько это серьезное попадание было? Ну, это было серьезное попадание. Это я... Я видел этот удар, я уклонялся, я просто понимал, что я в итоге не уклонюсь от него, потому что я неправильно уходил, да, я не в ту сторону закручивал. И, то есть, самый опасный удар, тот, которого ты не ожидаешь, да, и от него получаются нокауты, да. Этот удар я видел, но, тем не менее, он был настолько сильный, что он меня потряс, да, то есть, у меня аж заплелись, грубо говоря, там, ноги, да, как бы так, раз. Но, тем не менее, я все время находился в сознании, и не было такого, что там, как-то отключился там или что-то, просто вот был как обухом таким, раз. И, соответственно, в следующий раунд было задание и в углу, что надо подвигаться, да, и в то же время я понимал, что Смит сейчас захочет как-то этот шанс, этим шансом воспользоваться, будет давить вперед, а мне не надо ему давать зацепляться за себя. И так и отбоксировал следующий, одиннадцатый раунд. Если бы вот-то не было сразу гонга после окончания раунд, когда пропустили удар, вы бы там ситуацию продолжили бы контролировать? Ну, во-первых, никто не знает, да, что было бы, да, там, можно говорить, что угодно. Я могу сказать, да, я бы вообще там завязал бы, я бы сблизился, схватил бы там, обнял бы, не отпускал и там, отбегал бы там. Но это никто никогда в жизни не узнает, что могло бы случиться. Ну, так что хорошо, что вот именно финальный гон коротался. Ну, получилось так, как получилось, да. Тогда какие бы советы могли бы дать Максиму Власову при подготовке к этому сопернику? Ну, советы я не люблю давать, но... По поводу советов, не люблю давать советы, поэтому я думаю, что команда Власова и сам Власов, не глупые люди давно уже в боксе, они сами разберутся, как надо выстроить тактику против Смита, учитывая свои сильные стороны. А ожидания какие тут, грубо говоря, Власов то фаворит этого поединка? Не знаю, я думаю, с учетом того, что Смит последние два боя так разобрался хорошо со своими оппонентами, может быть Смит оппонентом, ой, фаворитом, да. Но он может стать фаворитом чисто по количеству людей, кто на него может ставить, да, там. А так, по факту, у Власова достаточно уникальная школа, и он вполне может его выиграть. Поэтому интересный бой, на самом деле. А поединок Бетербеева и Адама Дайнефта, он конкурентный? Честно, не видел бои Адама. Понял. Хорошо. И тогда еще вопрос про Александра Поветкина. Что же за эти реванши? Повторится ли такая ситуация, как в первом поединке? Ну, не знаю. Дай Бог, чтобы повторилась концовка этого боя, да. Не надо, чтобы бой так повторялся. Хотелось бы, чтобы выиграл Александр, а будем болеть только за него. И как такие у Вас... Ну, начаемся в начало интервью. В ближайшее время у Вас пока планов только отдохнуть. Планов не то, что отдохнуть, а тренируюсь, поддерживаю форму. И сейчас, как раз таки, со 2 января по 8 будет проходить Кубок Матч ТВ, по-моему, в Сочи. То есть будут бои профессиональные, так что смотрите. Каждый день со 2 по 8 я буду принимать участие в этих боях как представитель одной из команд. Там будет 4 команды, так что увидимся на матче. Вам недавно исполнилось 30 лет. Во-первых, поздравляю Вас с этой круглой датой. Спасибо. Во-вторых, как Вы это отметили? Слушали «Сектор Газа»? «Сектор Газа»? Один раз послушал, но понял, что не мой это текст песни, да. Не то, к чему у меня душа лежит. Отметил я с родителями в день своего рождения, с родственниками, с тещей, с сестрами, с родителями, с дядей, с тетей. На следующий день собрал своих друзей, близких, организовал баню в дневное время, не в вечернее, с часу до 6. И посидели, попарились, посмеялись. Нас же, небось, пили только сок и чай. Ну, в бане, во-первых, нельзя пить алкогольное, да. Во-вторых, все, в основном там спортсмены, ребята, все за рулем. Никто не хочет передвигаться как-то по-другому, поэтому так у нас. Дмитрий, желаю Вам, чтобы следующий год был для Вас намного более плодовитым и еще более успешным, чем были все предыдущие. Спасибо, это очень хорошее пожелание. Ваши слова до Бога ужин. Да. А Вам бы еще пару титулов в руки. Спасибо.